Здравствуйте! Вы смотрите программу Звукосниматель из Арт-Кафе и ФМ. Я Никита Власов. Я вам не обман зрения, обман зрения. Это они. Эта группа из Петрозаводска творит в подзабытом сейчас стиле гранж, ярчайшим представителем которого был ныне покойный Курт Кобейн из Америки. В отличие от последнего, лидер группы и обладатель популярных инициалов Владимир Владимирович Полысалов чувствует себя хорошо и румян. Поет он по-русски, но с американским прононсом, что, по нашему мнению, символизирует дуализм человеческой натуры. Об остальном лидер группы «Обман зрения» расскажет самостоятельно. За барабаном у нас Виталик Атерханов, известный в городе барабанщик. За басом Павел Летвинович, известный басист, да, менее известный басист и проводник интернета. И я, собственно, с гитарой и микрофоном, меня зовут Владимир. Для того, чтобы придумать название, тем более на русском языке для группы, нужно еще больше фантазии. Единственное из подходящих сочетаний слов было «Обман зрения». Тем более, мне очень нравятся всяческие, как бы нам всем, нас интересуют всяческие оптические иллюзии. Так вот, например, техника трамплей и прочие вещи. И, наверное, это и стало причиной, что мы назвались именно «Обман зрения». Те, кто играют хард-рок и металл, считают нас панками. Панки нас считают больше какими-то хард-рокерами-металистами. То есть свои среди чужих, чужие среди своих. И так вот, можно сказать, самый настоящий инди. Индии некуда. Панки нас считают больше какими-то хард-рокерами-металистами. И так вот, можно еще сожидать, когда рядом ты, рядом со мной. Рядом со мной, люди, 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 рядом со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Лето! Лето! Это лето! После всего увиденного и услышанного нам захотелось сильно вдарить в антракте, и мы пришли в магазин. Здравствуйте, вы пришли в салон музыкальных инструментов «Музмастер». Если вас интересуют ударные инструменты, то вы пришли по адресу. Это электронная ударная установка. Она очень удобна для занятий дома, потому что можно подключать наушники, никому не мешая, спокойно заниматься, оттачивать технику свою. Также можно ее использовать как на студии, так и на концертах. То есть ее можно подключать в аппарат колонки какие-то большие. Очень удобный агрегат для занятий дома вообще. Также в нашем магазине представлены барабаны, которые можно использовать на репетиционной базе или на концертах. Вот такая вот ударная установка. Это для тех, кто хочет играть громко? Да, рок и все такое. И не только. Также есть у нас железо, так называемое, то есть барабанные тарелки. Вот, China, фирмы Sabian. Вот, комплекты есть. Постоянно обновляем ассортимент. Вот, так что у нас всегда есть что-то новенькое. Широкий выбор перкуссий. Вот, например, интересные экземпляры. Вот, чимнис. Наверное, всем знакомый инструмент. Большой выбор педалей, стоек для тарелок, малый барабан. Вот, у нас есть также MIDI-контроллер. Тоже интересное устройство. А это что за вот резиновая подушка? А вот это вот тренировочный пед для барабанщика. Также, чтобы заниматься дома. Вот, то есть ты никому не мешаешь. Опять же, очень тихо все. И соседи спокойные. У нас есть оборудование как для начинающих музыкантов, так и для профессионалов. Все, антракту антракт. Возвращаемся на сцену арт-кафе FM. Там остались трое молодых людей, говорящих о себе, что они обман зрения. Посмотрим еще разок. А деньги нужны? Конечно, нужны. Что за вопрос? А вот раз вы инди, музыку надо раздавать бесплатно или продавать? Ну, я думаю, что вот интересный был способ оплаты за работу у одного моего знакомого несколько лет назад. То есть он сделал так, он делал все бесплатно, но при этом в том месте, где он предоставлял эти услуги, была коробочка, так сказать, для пожертвований. То есть если ты человек хороший и видишь, что тебе делают добро, оставь денежку. Ну, не оставил, так и бог с тобой. Так и про музыку. То есть я считаю, что в музыкальных магазинах некоторые группы должны сделать стенд, в котором будут рядом вот эти коробочки для денег. Купил диск, нравится тебе группа, уважаешь ты музыкантов, оставил им денег, там, может быть, 50 рублей, там, 10, может быть, тысячу или пять тысяч. Вот, и это будет достойная плата. То есть музыканты, соответственно, будут знать, как их уважают люди или не уважают, стоит им играть или нет. Володя, а ваша коробочка, каких будет размеров, покажи? Вот таких там будет написано евро. Ну, не знаю, как бы, обычная коробочка, я уж не думаю, что прямо так будем грести лопатой. Лучше пусть помогут какими-то вот умениями своими. То есть кто-то там поможет диск записать, кто-то клип снять, кто-то с чего-то так. Потому что деньги-то они сами по себе зло, а добрая помощь всегда нужна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы только что узнали, как выглядит обман зрения. А в следующих программах мы вам покажем группы с еще более причудливыми названиями. Смотрите свежий выпуск проекта «Звукосниматель» каждую среду после полуночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА